Друзья, всем привет! Сегодня я приготовлю очень вкусный слоёный пирог. У меня килограмм просеянной муки, растительное масло, сливочное масло, курдюк, говядина, который я порезала мелким кубиком, картофель, лук, куриное яйцо, сухие дрожжи, соль, чёрный молотый перец, паприка, зира и кориандр. Начинаем! Занимаемся тестом. Килограмм просеянной муки. Добавляю сюда столовую ложку сахара, чайную ложку соли, пачку сухих дрожжей 11 грамм, одно куриное яйцо, 100 миллилитров растительного масла. Делаю углубление и начинаю вводить в тёплую воду. Когда мы замешиваем дрожжевое тесто, оно должно быть такое немного мягкое, немного липнуть к рукам. Почему? Чтобы оно хорошо поднялось. Это тоже немаловажно. Если тесто забито мукой, оно хорошо не поднимется. Ну и, конечно, много зависит от дрожжей. Всё, отлично. Тесто готово. Укрываю пищевой плёнкой и пусть подходит. Друзья, если я хочу, допустим, нарезать мелко мясо, я его немного подмораживаю. И потом оно нарезается идеально. В общем, я подморозила говядину. Обратите внимание, как оно мелко нарезалось. Но вот в этот пирог говядину нужно именно нарезать. Не крутить на мясорубке. И курдюк. Добавляю сюда мелко нарезанный картофель. Много лука. Специи. Зира, кориандр, паприка, чёрный молотый перец. Ну и солю по вкусу. Если мы хотим, чтобы у нас была сочная начинка, лук нарезаем в начинку мелким кубиком. Если, допустим, у вас говядина, значит, нужно обязательно добавить какой-то жир. Или курдючный, или говяжий. Ну и нет, ради бога, добавляйте свиной. Но начинка должна быть жирная. И в начинке должно быть много лука. Тесто подошло. Вот его немного одону. Делю тесто сначала напополам. Один кусочек. Выбираю его в чашку. Смажу немного растительным маслом. Чтобы тесто не прилетало. Делю кусочек теста на 4 части. Тесто я раскидала на 8 колобочков. Пачка сливочного масла. 180 грамм растопила. Добавлю немного растительного. Грамм 50. Блюдо смазала растительным маслом. Теперь я беру колобочек. И не сильно так вот. Даже можно рукой. Вот таким образом разминаю. Укладываю на блюдо. И все хорошо-хорошо смазываю маслом. Переверну. Беру очередной кусочек теста. Хорошо-хорошо разминаю руками. Вы можете скалкой работать. Нам вот эти лепешечки на данный момент большие не нужны. И кладу очередную лепешечку. Смазываю хорошо маслом. У нас же ведь сегодня будет пирог слоеный. Поэтому мы делаем слоеное тесто. Даже скалка не пригодилась. Хоть я ее приготовила к работе. Что я делаю теперь? Беру вот так вот аккуратно. И переворачиваю. Стол смазываю растительным маслом немного. Я беру вот эту лепешечку. И начинаю растягивать. Как можно тоньше. Тянем вот таким образом. Сейчас еще немного постоит в масле. Станет помягче немного, так сказать. Если лепешечка где-то рвется, ничего страшного. Это не критично. У нас 8 заготовок. Фарш я делю на 8 частей. Так. Ладно, вроде как первую сделали. Положила. Хорошо вот так вот распределяю. Длину делаем по противню. Закрываю вот эти края. Закрываю вот эти края. Начинаю аккуратненько заворачивать в рулетик. Друзья, все идет по плану, поверьте мне. Я сделала рулет по длине противня и кладу на противень. Хорошо растягиваю. Сверху поливаю сливочным маслом немного еще. Закручиваю. Закручиваю. И кладу на противень. То есть мы делаем блюдно противня. Достаю последний кусочек теста. Валиваю последнее масло. Распределяю хорошо. Ничего не осталось. Все пустили в дело. И перекладываю, друзья, последний рулетик. Мы тесто разделили на 8 частей. Фарш тоже на 8 частей. И у нас получилось 8 рулетиков. Теперь вот этот пирог слоеный я хорошо смазываю яйцом. Духовку включила уже на 180 градусов разогреваться. Достаем. Ой, отлично. Вот такой у нас получился пирог неподъемный. Еле держу. Целый большой противень. Сейчас будем пробовать. Разрезаю пирог на 3 части. Хрустящий. Друзья, вот такой пирог в разрезе. Сейчас еще разрежу. Вот так напополам. Беру аккуратненько и перекладываю. Большую роль в приготовлении пирога играет дрожжевое слоеное тесто. Оно получилось просто бесподобное. Как хорошо пирог пропекся со всех сторон. Вверх вообще слоится. И обратите внимание, какая сочная получилась начинка. И просто разламываешь. Даже резать не нужно. Кусочек отломал. И начинки сколько много. Приготовьте пирог по моему рецепту. Такие пироги у меня получаются нечасто. Вообще, тесто супер. Слоеное. Тает во рту. Начинка сочная. Готовьте. Всем удачи. Пока. Ну а мы будем кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok